Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Бурлинская центральная районная больница и противодуперкулезная больница подверглись проверке со стороны органов прокуратуры. Результаты оказались весьма плачевными. В связи с этим прокурор района Амралин провел заседание общественного совета. Подробности в сюжете. Основной причиной проверки послужило увеличение младенческой смертности, начиная с 2013 года. Кроме того, были установлены грубые нарушения фармацевтической деятельности в части проведения вакцинации и хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности. Аналогичная картина наблюдается по показателям смертности среди людей, страдающим болезнью пищеварения. Если в 2013 году их составляло 35 случаев, то в 2014 уже 45. По болезням системы кровообращения с 83 до 98 и по болезням нервной системы с 3 до 9. Данные обстоятельства указывают о ненадлежащей профилактической работе, несвоевременном выявлении заболеваний и ухудшении качества оказания медицинской помощи в целом. На протяжении с 2013 по 2014 год в отношении врачей ЦБР было возбуждено 6 уголовных дел, по чьей халатности в стенах больницы погибло 5 человек, в том числе 4-месячный ребенок. Выпиющим остается и тот факт, что на момент проверки три врача, допустившие смерть своих пациентов, продолжали работать в штатном режиме и лечить людей в районной больнице. Бурлинские врачи, которые по сей день говорили, работают. Одна врач не работает у нас, она работает в доме инвалидов, а доктор, который у нас работает, она была на больничном по беременности. Поэтому мы не могли ее, как вот написано, что до сих пор работала, она не работала. Вот она по беременности была на больничном листе, как вышла с больничного листа, мы ее уволили. Прокуратурой района был поставлен вопрос о привлечении главного врача к дисциплинарной ответственности. И рекомендовано провести анализ допущения причин подобных нарушений и выработать решения для улучшения ситуации. Аиша Киреева, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Помогите убрать мусорные контейнеры. С такой просьбой к нам в редакцию обратились жители дома по улице Жексенбайва, 76. Ведь местные исполнительные органы на их просьбы не реагируют. Казалось бы, многие дворы наоборот нуждаются в мусорных контейнерах, а тут жители просят их убрать. Почему назрела такая необходимость, расскажут наши корреспонденты. Вот мусорка, вот мое огонь, вот этим я и дышу. И внуки ко мне приходят, в среди ночи вскакиваем, потому что бутылки кидают об ящики. По адресу Жексенбайва, 76, не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Именно такие выводы сделали сами жильцы. Контейнеры, которые используются для сбора мусора, расположены практически под окнами жильцов. Зловонная лужа с нечистотами от мусорных контейнеров образовывается при вывозе мусора и растекается по всему двору. Запах стоит такой, что даже окна открыть невозможно. К тому же площадка для контейнеров не имеет ограждения. И в ветреную погоду мусор разносит по всей близлежащей территории. Проблема в том, что мусорка стоит у меня под окнами, вот, даже 10 метров нет. И летом и мухи, и вонь, и всё идёт в квартиру. Это ладно. Ночью приезжая машина, не выходя из машины, кидают бутылки, попадая в ящики, раздаётся такой шум и звон, что мы вскакиваем. Это ужасно, ужасно. Я не знаю, как дальше жить. И куда ни обращались, всё бесполезно. По этому адресу выезжала комиссия в составе представителей ЖКХ, Управления по защите прав потребителей и предприятия «Уралтаза-сервис». В ходе обследования было выявлено, что в этом районе очень плотная архитектурная застройка. И перенос контейнерной площадки не представляется возможным. Почему мы должны с мусором жить? Почему наш дом в мусоре должен стоять? Я вот это понятие не могу. Какие санитарные нормы? Для кого они удобны? Для чиновников или для нас это удобно, санитарные нормы? Сзади «Зенита» есть мусорные контейнеры. Там достаточно много стоят этих мусорных контейнеров. У нас как-то без проблем. Мы всегда выносили. Там хорошо вывозь, там всегда чистенько. Там действительно площадка, загорошная. Всё там есть. Почему возле нашего дома, прямо перед нашим домом поставили? Смотрите, вот сколько метров от нашего дома. Почему мы должны дышать вот этим мусором? Почему в этот мусор должны выносить ближайшие организации, магазины, аптеки? Все сюда выносят. А почему мы должны страдать? Наши дети должны страдать. Почему мы должны этим дышать? Если перенести контейнеры невозможно, тогда их вовсе нужно убрать, говорят жители. Возможно ли это? И на каком минимальном расстоянии от жилого дома должны стоять контейнеры? Эти вопросы мы задали представителю «Уралтазосервис». По санитарным нормам, ближе 25 метров вообще должна выходить с контейнерной площадкой от жилого дома. Но в связи с плотной архитектурной застройкой, не позволяет данный район установка контейнерной площадки, согласно нормативу. Чтобы контейнеры перенесли, необходимо произвести общее собрание, на котором более 50% жителей близлежащих домов согласятся на это. Затем написать заявление в Департамент по защите прав потребителей, и уже тогда комиссия будет принимать решение. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. На сегодняшний день паразитарным заболеваниям уделяется мало внимания. Об этом заявили специалисты Управления по защите прав потребителей. Резкое снижение иммунитета, миграция, а также стихийные рынки, на которых продается мясная и рыбная продукция без исследования в лабораториях. Всё это может вызвать опасные паразитарные заболевания. Актуальность паразитарных болезней обусловлена не только их широкой распространённостью, но и длительным течением, широким диапазоном клинических проявлений, развитием тяжёлых форм с различными осложнениями, что определяется продолжительностью жизненного цикла многих гельминтов и частым повторным заражением. Поэтому зачастую у нас сейчас жители города страдают такими заболеваниями, как апистархоз и хинекокос, которые передаются через животных и через рыбу. Поэтому сегодня мы собрали, как бы инициировали данное совещание, чтобы совместно с КСК, совместно с ветеринарной станцией лабораторной, с общественным объединением рыболов, чтобы как бы услышать обе стороны и решить эту данную возникающую проблему. Так как большинство случаев заболевания, оно переходит в хронизацию процесса и приводит к тяжёлым патологическим последствиям. К примеру, такое заболевание, как апистархоз, передаётся при употреблении рыбы. Оно вызывает заражение печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Многие рыболовы-любители ловят рыбу и продают её самостоятельно. Таким образом, она не проходит никакой санитарной и термической обработки. Если взять пузык его, вот отмечено, что снижение уровня заболеваемости, это на 13% идёт, при этом сохраняется достаточно высокий уровень заболеваний на некоторых территориях области. Если взять на наши данные, исследование проб рыбы несоответствия составило 3,3%. С начала 2015 года было зарегистрировано 40 случаев заболевания апистархозом. Специалисты говорят, важно помнить, что соблюдение правил кулинарной обработки рыбы – это практически единственный способ избежать заражения. Ведь заметить личинки невооружённым глазом в рыбе не всегда бывает возможным. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Золотую медаль завоевал спортсмен из Уральска на Всемирной летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Эти соревнования проводились для детей с ограниченными возможностями. В них приняли участие спортсмены более чем из 100 стран. Олимпиада проводилась по таким видам спорта, как гимнастика, большой теннис, верховая езда, плавание, баскетбол, лёгкая атлетика, катание на роликах, а также дзюдо. Вот по этому виду спорта Дмитрию Мурадову не было равных. Соперниками уральских ребят были титулованные спортсмены из Монголии, России, Германии, Швейцарии, которые не впервые принимают участие в соревнованиях такого масштаба. Но полгода изнурительных тренировок не прошли даром для наших ребят. Я ребят готовил на базе вспоминательной школы номер 15. Дети очень трудились, занимались. Ну, конечно, за полгода, как говорится, те соперники уже участвовали во многих соревнованиях, были чемпионами, участвовали в европейских играх. Но, несмотря на это, мы, как говорится, наши ребята занимались за полгода, но, как говорится, за свою технику во время схватки смотрели. Я им подсказывал, какие слабые места соперника. Надо смотреть, изучать технику. И, конечно, вот это плюс. И, конечно, вот они победили. Всего от Казахстана принимали участие 105 спортсменов, три из которых с Уральска. Это Нурсултан Мухаммед Калиев, который занял третье почетное место. Индира Абишева, ей досталась серебряная медаль. И Дмитрий Мурадов, который благодаря тренировкам и упорству завоевал золотую медаль. Несмотря на то, что дзюдо он занимается всего полгода. Мои соперники были из Африки, России, Азербайджан. И таким образом я выиграл всех и занял первое место. Ну, там очень понравилось. Мы ездили, там были в Голливуде, океан тихий. Купались там, бассейн. Питание очень хорошее. Впечатление от поездки и соревнований надолго запомнится ребятам. А в 2017 году планируется проведение зимней Олимпиады в Австрии, где также примут участие спортсмены из Казахстана. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова